В ответ опять-таки появляются телеграм-каналы, где публикуют всякие лайфхаки. Как откосить от призыва? Ну, известно, в России голь на выдумхе кетра. Вот остроумный пост моего коллеги, весьма известного журналиста Ильи Жигулева. Он публикует скан со страниц новой газеты Европа. Министр обороны Сергей Шойгу призвал не пускать на службу в армию людей, употреблявших наркотики. С таким предложением он выступил на селекторном совещании, сообщили новой газете в пресс-службе Миниобороны. И дальше Жигулев пишет. Ну, вы поняли, что нужно делать. Не благодарите. А вот уже дальше, в следующем посте, журналист продолжает. Если серьезно, вот адвокат Анатолий Гокенберг рассказывает, что для тех, кто хочет избежать мобилизации, есть упрощенный порядок превращения в киргиза. Вы не ослышались? Упрощенный порядок превращения россиянина в киргиза. Сейчас, оказывается, действует соглашение, по которому, если ты родился в РФ до конца 1991 года, можно быстро отказаться от российского гражданства и стать гражданином Кыргызстана, сохранив те же права на работу и проживание в Российской Федерации. Ссылка на соглашение внизу. Так что, кто уже начал срочно принимать наркотики, остановитесь. Некоторые пишут, уехать не могу, буду прятаться, в крайнем случае пойду в тюрьму. Лучше сесть в тюрьму, чем бессмысленно погибнуть на войне. Но вот что я вам скажу, господа. Вот эту нынешнюю трагикомическую ситуацию, над которой то ли смеяться надо, то ли плакать, не нужно путать с антивоенным движением. Вот эту самую нынешнюю панику. Это вот не антивоенное движение, это паника. Протесты есть, конечно, параллельно, но, скажем честно, вызваны они все-таки в основном не возмущением войной, не гневом перед мародерством, перед насилием, перед убийствами, которые творят российские военнослужащие на территории Украины. Нет, все это, конечно же, вызвано страхом. Страхом за себя, за будущее, за своих детей, за внуков. Массового антивоенного движения в России пока нет. Пока российская армия бомбила и обстреливала ракетами мирные кварталы украинских городов, большинство москвичей делали вид, что ничего этого не происходит. Ходили и гуляли по ресторанам, по вернисажам, развлекались на дне города. И вот не эти ли молодые люди, что сейчас пытаются убежать из России, редели маленьких детей в пилоточке и гимнастерочке времен Второй мировой войны, не они ли катали младенцев в колясочках, сделанных в виде танков, во время народных гуляний на 9 мая. Не они ли были в массовке на маршах бессмертного полка. Не они ли носили над головой плакаты с надписью «Можем повторить». Ага, повторили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова